Приветствую вас, я посмотрел ваш профиль, посмотрел ваши вопросы, которые вы задаете, ну вы задавали до этого вопроса. Они у вас в принципе все одноземные по форме, то есть одна, максимум две строчки и даже без вопроса. То есть просто вот есть проблема, которая у вас появилась и все, и вы собственно как бы ее только выражаете эту проблему и все, никакого вопроса, никакого запроса, нет, к психологам, например. Вот. И потому у меня к вам, пожалуй, первый вопрос будет такой. Не потому ли вы оказываетесь во власти подобных негативных переживаний, подобных негативных ситуаций, не потому ли вы оказываетесь в их власти, что не задаете вопрос? То есть вы не спрашиваете себя, что происходит, почему так происходит, по какой причине так происходит. Ну вот, такая ситуация, например, возникает, да, вот допустим, что молодой человек, да, он грозится уйти, если вы ему не будете давать деньги на пиво и сигареты. Давайте для начала поговорим об ответственности. Да? Кто? Кто ответственен за то, что произошло? Кто несет ответственность за это? Молодой человек? Вряд ли. Почему вряд ли? Потому что он, по сути дела, только пользуется тем, что вы готовы ему дать. Вот. То есть вы ему позволили взаимодействовать с собой вот так. Когда-то вы позволили себе дать ему, например, денег, ну вот, на сигареты и на пиво, да? И теперь он, по сути, стал так делать постоянно. Ну а почему бы и нет? Вы ведь позволяете, да? Вы ведь разрешили один раз. Ну, соответственно, почему бы это теперь не делать постоянно. Подумайте сами. Если человек, да, грозит, то есть, говорит, что я от тебя уйду. А он что ставит во главу угла? Вас? Ваши эмоции? Чувства? Или свои эмоции? Свои чувства? Вот. Мне на самом деле просто интересно, что вы об этом думаете. То есть, вы с человеком вместе, да, вы даете ему деньги, вы, ну вроде как, не хотите, чтобы он от вас уходил. Вот. Ну потому что вы, собственно, дорожите. Вот. Но вопрос мой на самом деле в другом. Вы отдаете себе счет в том, что мужчина, он вообще о вас не думает, он думает в первую очередь только о себе. И вас устраивает, эм, такая вот позиция человека. Вы считаете, что достойны этого? Вы считаете, что вы заслушиваете такого отношения к себе? Вы считаете, что это нормально, что мужчина вот, эм, как бы, ну, сантазирует вас, э, деньгами, например? Вот как вы сами думаете? Понимаете? То есть, за что вы, эм, собственно, боретесь, эм, за что вы, эм, собственно, сражаетесь? Ради чего вы, эм, терпите вот это вот, эм, его, такое отношение к себе? Понимаете? То есть, вы отдаете, отдаете ему деньги, вы, эм, значит, глотаете унижения, которые, ну, вот, эм, которые, которые мужчина вам наносит. Вот. А зачем? Чтобы сохранить отношения, да? Чтобы у вас были, э, отношения. Но разве это отношение, вот, э, как у вас? Или, хорошо, может быть, это, э, отношения. Тогда какого рода, э, какого рода эти отношения тогда? То есть, если это отношения эмоциональные, если это отношения, именно, эм, значит, чувственные, то как-то не очень это вяжется с его поведением. Если это отношения по расчету, то, то, то ли это, чего вы хотите, для себя, то ли это, чего вы желаете, для себя. Опять-таки, понимаете? Потому, э, надо и определиться вам. Ваши представления совпадают, э, э, с тем, что есть, в контексте отношений. Если не совпадают, э, э, то, значит, вы, э, по факту, приносите себя в жертву, ради, э, чего там, ради каких-то своих желаний. И вот у меня, опять же, к вам вопрос. Ради каких? Вот это и нужно выделить. Какой стимул влияет на вас так, что вы терпите вот подобное поведение своего мужчины? Какие, э, э, мотивы у вас для этого? Подумайте. Подумайте. И если, э, э, вы эти мотивы для себя увидите, сами, либо с психологом, то я полагаю, что будет относительно легко, легко. А, а, вам уже скорректировать свою модель поведения. Другое дело, хотите ли вы, хотите вы этого или нет? Это уже другой вопрос. Сам мужчина не изменится, сам мужчина не поменяется, сам мужчина по-другому вести себя не начнёт, не будет, потому что его всё устраивает. Только ваше изменение, только ваше изменение поведения даст вот тот необходимый заряд для мужчины, который поможет ему получить возможность что-либо изменить там в своём поведении. В целом, в целом, можно сказать, что у вас есть проблема с самооценкой. В целом, э, вы считаете себя достойной, наверное, такого вот, э, ну, э, такого поведения, такого, такого отношения к вам. Вот. А, но, даже если это и так, даже если это и так, то вы, как вы сами понимаете, что, ну, вот, результат, а, именно результат, который вы видите, он ничего хорошего абсолютно вам не несёт. Поэтому, э, если результат вам не нравится, то нужно, э, менять что-то в своём поведении. И для этого, собственно, и есть мы, для этого, собственно, и есть психологи, мы, э, готовы вам в этом помочь. А, я на этом, думаю, можно закончить, э, мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, я вам желаю всего самого доброго, успехов и разрешения, э, данной ситуации, потому что терпеть такое отношение, ну, нельзя. Вы, в конце концов, э, женщина, а не, э, не родитель, да, и не денежный мешок, э, который можно эксплуатировать. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok